Я приветствую всех, кто настроился на волну круглосуточного канала ПС. Сегодня в центре внимания главный финансовый документ Архангельска – бюджет. Экономические условия 2015 года, мягко говоря, непростые и, безусловно, скажутся на бюджетных процессах в грядущем году. В начале октября о бюджете 2016 говорить вполне уместно, поэтому сегодня в студию мы пригласили заместителя главы муниципального образования города Архангельск по вопросам экономического развития и финансам Александра Циворева. Александр Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, как я уже отметил, условия экономически непростые, вы со мной согласитесь, но работа над бюджетом уже началась, да, формируется проект. В чем главные сложности формирования документов? Ну, в этом году, безусловно, мы с вами знаем, что дела в экономике не самые лучшие. И, безусловно, мы также не связаны с западными санкциями или повышением, или падением стоимости нефти. Я говорю сейчас о бюджете города Архангельска, но, тем не менее, экономическая ситуация все равно на нас отразилась, общероссийская. И в этой связи мы верстаем бюджет города Архангельска в этом году достаточно в сложных экономических условиях. Это надо признать. Отголосок все равно, да, вот общие события и российских. А каковы предварительно основные параметры по доходам и расходам в цифрах? На сегодняшний день у нас уже прошли две комиссии, на которых мы показали вместе с налоговой инспекцией по городу Архангельску налоговые доходы, проекты налогового дохода на следующий год и наши неналоговые доходы. То, что город Архангельск заработает сам. Это включая арендную плату, продажу помещений и какие-то еще продажи земельных участков. То есть эти цифры нам понятны. Сегодня это около 6 миллиардов доходов и около 6,4 миллиарда расходов, из которых 4,2 это собственные доходы города Архангельска. Налоговые и неналоговые. Александр Петрович, вы уже отметили, что собственные налоговые и неналоговые доходы это основная часть, доходная часть бюджета. А что входит в эти составляющие? Из 6 миллиардов рублей приблизительно доходов города Архангельска на следующий год, мы, конечно, планируем еще и межбюджетные трансферты, которые нам будут уточнены в октябре-ноябре этого года. Но сейчас мы точно говорим о 6 миллиардах доходов, из которых 4,2 это собственные доходы города Архангельска. Здесь основная сумма около не менее 3 миллиардов это налоги. Это налоги то, что собирает ФНС по городу Архангельску, налоговая инспекция. Остальная сумма около миллиарда рублей это то, что город Архангельск может заработать сам. Здесь арендная плата за помещения, принадлежащие городу Архангельску, продажа земельных участков, принадлежащих городу. Дальше земельные участки, которые не подпали под собственность города Архангельска, находятся в распоряжении Архангельска области, но тоже при продаже или при аренде тоже доходы поступают в город Архангельск. Дальше продажа помещений, я уже, наверное, говорил. Вот это то, что город Архангельск сам может заработать и зарабатывает. Кстати говоря, эти доходы у нас всегда стабильны, и мы всегда эти планы выполняем. К сожалению, что не скажешь о выполнении планов по доходам, по налогам. Есть еще и областные и федеральные бюджеты, они помогают Архангельску уже не первый год. В следующем году есть надежды, что помощь не уменьшится, по крайней мере, с этой стороны? Я уже сказал, что мы ожидаем точные цифры по межбюджетным трансферам и помощи городу в октябре-ноябре. Цифры точные будут. Сегодня уже Российская Федерация перенесла на более поздний срок принятия бюджета. Точно то же самое сделала и Архангельская область на ближайшей сессии, на последней. Поэтому эти цифры будут еще уточнены, но мы ожидаем, что они примерно останутся в тех же пределах, как в том году. Хотя говорят о небольшом снижении. Здесь мы уже его прогнозируем и собственные расходы мы снизили, доведя их за минусом 22%. Но пришлось, конечно, увеличить дефицит бюджета города Архангельска. Мы хотели его не увеличивать, но так же сделаем, как и в предыдущие три года. 10% будет дефицит городского бюджета, это порядка 450 миллионов. Конечно бы не хотелось. Сегодня город Архангельск кредитуется. Кредитный портфель города это 1,2 миллиарда рублей. На эти деньги мы тратим порядка 200 миллионов только процентов. Вы знаете, что банковские ставки сегодня не самые низкие, но город Архангельск кредитуется под минимальные ставки на условии конкурсов. И здесь ведущие государственные банки идут нам навстречу, и мы с ними достаточно плотно работаем. Это нам помогает в те моменты, когда, допустим, из месяца в месяц неровно поступают налоговые поступления. Надо сказать, что несмотря на дефицитные условия, наверное, какие-то статьи расходов останутся гарантированно защищенными. Можно уже сказать о том, где секвестирования точно не будет? Конечно, да. Это, безусловно, заработная плата бюджетников, учителей, школ, садиков, школ искусств. Здесь это защищенные статьи, и, безусловно, мы их не только сохраним, но и на следующий год заложен рост заработной платы бюджетников на 6,5%. Кстати, к слову сказать, что муниципалитет зарплату работников не поднимал уже более трех лет. Здесь мы идем в ногу как с администрацией Архангельской области, так и с правительством Российской Федерации. Мы и не вправе это делать, надо признать. Хотя заработная плата работников у муниципалитета достаточно невысокая в свете доходов других бюджетников. Если сравнивать между муниципальными образованиями, такая ситуация. — Планируются ли дополнительные средства на такую важную составляющую в работе в том числе городской власти, областной, исполнение судебных решений по предоставлению по аварийному жилью, и будут ли какие-то средства изысканы? — Конечно, эта статья расходов городского бюджета достаточно значительна. На сегодняшний день мы запланировали 187 миллионов рублей на исполнение судебных решений, как по предоставлению жилья, так и по капитальному ремонту жилья. Это две статьи, которые городское хозяйство, конечно, запрашивает гораздо большие цифры, но, исходя из возможностей реальных бюджетов, на сегодняшний день до 187 миллионов. — А какие-то также меры городскими властями принимаются для сохранения налогооблагаемой базы, чтобы каким-то образом стимулировать, в том числе и малый бизнес, меры поддержки ему? — У нас работает комиссия при мэрии города по поступлению платежей. Она межведомственная, туда входят структурные подразделения ФНС, УВД города Архангельска, все, так сказать, пенсионный фонд, социальный блок. И на этой комиссии мы всегда ведем диалог с предпринимателями, те, кто задерживает оплату налоговых сборов, и те, кто, на наш взгляд, недостаточно на сегодняшний день адекватно ведет оплату заработной платы. То есть, есть предприятия, которые заработную плату выплачивают в районе 7-8 тысяч рублей. На наш взгляд, мы с такими предпринимателями работаем, на наш взгляд, это нереальная заработная оплата на сегодняшний день. — То есть, они скрывают, да? — Да, и есть возможности злоупотребления, да. И здесь мы вызываем предпринимателей и говорим, что, уважаемые коллеги, давайте все-таки зарплату выплачивать не в конвертах, да, а с нее заплатить налоги. Предприниматели достаточно адекватно идут навстречу, и здесь у нас есть определенный опыт, мы им делимся с другими муниципальными образованиями. У нас есть успехи в этом, я бы сказал, мероприятии. — Ну вот надо сказать, что в сборе налогов, ну это, скажем так, вочина, да, федеральной налоговой службы и регионального управления, но в целом поток налогов от граждан, насколько активен, насколько высок? — У меня нет претензий к налоговой службе, в принципе, их, наверное, и не может быть, да, достаточно самостоятельная структура, тем не менее, она ведь собирает налоги, да, а предприятия и граждане, индивидуальные предприниматели Архангельской области, зарегистрированные в городе Архангельске, сами уплачивают налоги. Сегодня у нас проблема с НДФЛ. НДФЛ — это налог на доходы физических лиц, это то, что предприятие платит с вашей заработной платы. Если заработная плата оплачивается в полном объеме, то здесь и в полном объеме город получает. Если, как в этом году у нас идет снижение НДФЛ, снижение может идти, на наш взгляд, по нескольким причинам. Это первое — сокращение персонала на предприятиях. Второе — невыплата части премий, да, в связи с отрицательной экономической ситуацией на предприятии. Закрытие предприятий, сокращение численности, я уже говорил. Вот это все снижает НДФЛ. Сегодняшний день город недополучит по нашим подсчетам в этом году 254 миллиона рублей по НДФЛ. Хотя, в общем, мы надеемся, что до конца года мы выровняем доходную часть бюджета. То есть сейчас предприниматели, я могу пояснить за счет чего, предприниматели сейчас воспользовались 159-м федеральным законом, по которому они могут, арендовав определенное количество лет, выкупить у города помещение. Областное законодательство подтвердило расслуживание в 10 лет, и предприниматели подают сейчас заявление, за счет этого город пополняется дополнительными налогами. То есть мы, недополучая налогов в прямом выражении, за счет продажи пополняемся в доходную базу. Александр Петрович, не первый год уже в Архангельске действует программа городская по поддержке малого и среднего бизнеса. В следующем году будет ли этот документ работать, действовать? Да, на следующий год программа не сокращается. Мы ее оставляем примерно в тех же пределах. Я напомню, что здесь у нас из нескольких моментов она состоит. Мы компенсируем участие предприятий малого и среднего бизнеса в ярмарочных и выставочных компаниях. Также оплачиваем им до 50% повышения квалификации их сотрудникам. Программные лицензионные продукты, которые приобретают малый и средний бизнес, тоже компенсируем в таких же объемах. В начале года, по предложению мэра, и зная, какой будет нелегкий финансовый год для малого и среднего бизнеса в том числе, мы вышли с предложением, и городская дума поддержала. Мы оставили на прежнем уровне арендные платежи. То есть мы не стали повышать, как это было планировалось с начала года, арендные ставки. Они остались на прежнем уровне. Также можно сказать и о коэффициенте К2, который применяется при расчете налоговых доходов малого и среднего бизнеса. Он у нас на протяжении трех лет остается на одном уровне. И я бы сказал, что он один из самых низких в Архангельской области. Здесь предприниматели достаточно ощущают нашу помощь. За последние три года только предприниматели ощутили эту сумму, я бы сказал, около 6 миллионов рублей ежегодно. Как по К2 и около 4 миллионов рублей по арендной плате. То есть вот это реальная поддержка города. Плюс программа по поддержке принимательства, она у нас в районе 4 миллионов рублей. Только городские деньги, плюс около 10 миллионов рублей. Это деньги субъекта Российской Федерации и Российской Федерации. То есть вот общая сумма поддержки по году до 25 миллионов доходит. Александр Петрович, я благодарю вас за беседу. До новых встреч. Спасибо большое. Напомню, что гостем программы в центре внимания сегодня был заместитель главы муниципального образования города Архангельск по вопросам экономического развития и финансам Александр Циварев. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok